всем здравствуйте и добро пожаловать на канал сегодня видео по запросу меня попросили снять как можно убавить узор вот если он связан пышными столбиками как вот этот снот и сейчас я попытаюсь вам объяснить на своем примере как это делаю я как бы это сделала я первое то вот такой это вязание от центра метод или способ изначально вяжется цепочка из 6 или 7 воздушных петелек вот здесь вот и от нее мы вяжем пышные столбики в виде цветочка обвязываем эту цепочку из воздушных петель лепесточков должно быть четное количество почему потому что следующий ряд у нас из каждого лепесточка в принципе и нечетное количество если будет следующий ряд у нас из каждого лепесточка между лепесточков будет идти по два пышных столбика на это уже будете когда вязать допустим если кто решит вязать от центра то будет видно вязать вот цветочек нужно так чтобы он лег ровно красиво не то что если вот он так немножко будет там если вот здесь у меня 8 а если было бы 7 то оно было бы так вот сюда вот торчало то это будет уже нехорошо уже когда вы шапочку оденете и она будет на макушке так торчать будет некрасиво поэтому изначально когда мы вяжем вот эти цвет вот этот цветочек центральный он должен у нас лечь ровно и от него вязание должно пойти ровно красиво тогда будет шапочка у нас красиво начата далее вот у нас связано получается один ряд второй ряд и следующем ряду в третьем ряду у нас будет идти прибавочка мы вяжем пышный и арочку из пышных столбиков и между ними вяжем столбик с накидом вновь парочка из пышных столбиков столбик с накидом и так весь ряд четвертый ряд нас идет парочка из пышных столбиков и там где был столбик с накидом мы вяжем два столбика с накидом снова парочка из двух пышных столбиков и снова столбик с двумя накидами это у нас один два три четыре ряда и переходим к пятому ряду вяжем здесь продолжаем вязать пышные столбики и там где было было два столбика с накидом мы тоже вяжем также пышный два пышных столбика все узор у нас стал как бы вот на свое место он то есть все у нас если будет связано вот такой толстой пряжей то вот смотрите здесь у нас 55 рядочков это вот сколько а а здесь у нас 5 рядочков это 1 2 3 4 5 это у нас вот вот сколько то есть здесь возможно уже у нас центр шапочки будет готов если мы вяжем из мелкой пряжи из более тонкой пряжи вернее то нам стоит у прибавочки еще делать дальше то есть когда мы провязали ряд ровнут уже столбиками пышными столбиками след в следующем ряду нам вновь нужно будет делать при бабочку точно так же мы вяжем пышные столбики и между ними столбик с накидом вновь пышные столбики и столбик с накидом вот так далее следующий ряд вновь вместо одного столбика вяжем 2 вяжем 2 столбика с накидом и в следующем ряду уже переходим вязание на пышные столбики только после этого мы будем вязать постоянно пышными столбиками единственное что нужно учитывать так может получиться что шапочка будет очень широкая смотрите просчитывайте если вязать будете от центра здесь я пыталась делать у бабочки если мы вяжем вот сначала вокруг головы связали глубину шапочки а убавки мы можем связать как вот смотрите вот у нас допустим вот узор наш идет и как нам его заузить мы можем вязать вместо пышных вот здесь вяжем пышный столбик следующий ряд вместо новое следующее что у нас будет следующее вот арочку из воздушных петель мы можем вязать одну один пышный столбик далее снова 2 следующую арочку мы вяжем 1 следующую снова 2 1 2 так у нас вязание будет сужаться следующее вместо пышного столбика мы вяжем просто столбик просто один столбик то есть пышный арочка из пышных столбиков один столбик с накидом снова арочка из пышных столбиков один столбик с накидом и следующим рядом идут просто пышные столбики но это я вам просто вот как мы можем варьировать этот узор как мы можем его изменять видоизменять и что мы можем с ним делать ну и если мы вяжем таким также как вязали снуд у нас к примеру связано вот полотно круглая равная глубине равная высоте нашей шапочки то здесь у нас пышный столбик из трех накидов узор основной идет снуде вернее в шапочке вот закончили и переходим к следующему ряду это у нас будет ряд с убавочками как мы будем их делать вытягиваем петлю на высоту пышного столбика здесь у нас было был пышный столбик из трех накидов здесь у нас будет пышный столбик из двух накидов теперь смотрите внимательно здесь у нас будет незаконченный пышный столбик 1 2 то есть вот мы получается делаем накид захватываем рабочую нить вновь накид захватываем рабочую нить у нас с вами пять петель на крючке сейчас мы ступаем вот сюда в центральную часть следующего следующей арочки из пышных столбиков делаем накид ступаем вытягиваем рабочую нить еще раз и вот у нас получилось два незаконченных пышных столбика нам их нужно между собой соединить захватываем рабочую нить и у нас 9 петель на крючке и мы их провязываем все вместе закрепляем сюда же вот так как у нас здесь один пышный столбик сюда же мы вяжем незаконченный пышный столбик с двумя накидами и в следующую арочку провязываем все вместе и закрепляем незаконченный пышный столбик еще один незаконченный пышный столбик с двумя накидами провязываем все вместе и закрепляем надеюсь так где лишнего надеюсь объясняю понятно если что-то непонятно задавайте вопросы в комментариях я постараюсь вам ответить спасибо Мы сейчас соединяем наш ряд из незаконченных пышных столбиков. Пышные столбики с двумя накидами, как бы они объединенные получаются у нас. Сейчас мы вновь переходим в центральную часть наших арочек из пышных столбиков. Вытягиваем петлю равную высоте пышного столбика. Сейчас мы будем вязать пышные столбики. Если вы желаете, можете вязать с двумя накидами, я буду вязать их с тремя накидами. Смотрите, я провязываю петли на крючке, но я не закрепляю. Я ступаю в следующую арочку из пышных столбиков и начинаю вывязывать следующий пышный столбик с тремя накидами. Сейчас провязываю все вместе. Опять не закрепляю. в следующую арочку из пышных столбиков. Провязываю все вместе. в следующую арочку из пышных столбиков. Вот у нас закончились уже наши арочки из пышных столбиков. И ряд подошел к завершению. Захватываем здесь верхнюю петельку пышного столбика и соединяем вязание в круг. Здесь можно либо крючком соединить, чтобы здесь отверстия не было, либо можно иголочкой аккуратно взять и затянуть вязание, если оно у вас посвободней. Если кто-то, может быть, сейчас вот меховые пумпоны в моде, если меховой пумпон, то будет еще, возможно, интересней смотреться. И так, ну, я вам предложила вот таких два варианта, как можно либо начать от центра, либо закончить на заужение подобный узор. крючком. Ну, а вы пробуйте, пытайтесь варьировать как-то пышными столбиками, либо их делать не с тремя накидами, с двумя накидами. и можно вначале, допустим, если у вас на голову, конечно же, больше будет взрослому, чем вот у меня здесь, можно три пышных столбика, пышный столбик с тремя накидами, сначала сделать его пышный столбик с двумя накидами, потом перейти на пышные, вот, уже вот, как бы, вот, их между собой, соединяя пышные столбики. И я думаю, у вас все получится. Главное, верить в свои силы, ровных вам петелек. Пытайтесь делать, творить что-то, то, что еще не пробовали. И я надеюсь, что у вас все получится. Желаю всем успехов, ровных петелек и до новой встречи. Пока-пока.